Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Сегодня я хочу поговорить с вами об очень актуальной, наиболее актуальной сегодня теме о коронавирусной инфекции, о коронавирусной инфекции у детей. И то, что я вам буду сейчас говорить, это не мое мнение. Это мнение ученых-педиатров, специалистов клинической медицины детской, основанной на уже достаточно большом опыте наблюдения за детьми. И речь пойдет об особенностях клинических проявлений коронавирусной инфекции у детей старше одного месяца. Почему старше? Потому что на сегодняшний день у детей младшие месяца новорожденных практически коронавирусная инфекция не выявляется. Итак, по настоящим данным на сегодняшний день выявлено, что дети до 12-14 лет, они менее подвержены заболеванию коронавирусной инфекции, но тем не менее заболевания регистрируются, редко регистрируются и у новорожденных. И на самом деле есть даже случаи смертельные у детей, их мало, но в основном это дети, страдающие еще какими-то дополнительными тяжелыми заболеваниями, в частности детским церебральным параличом, в частности какими-то тяжелыми врожденными пороками. И вот такие дети быстрее заболевают, и коронавирусная инфекция протекает у них тяжелее. Могу вам сказать, что практически все случаи заболевания детей коронавирусной инфекцией это случаи заражения детей от взрослых, то есть от взрослых заболевших. Наиболее частые симптомы у детей являются Кашель, повышение температуры, признаки интоксикации, а именно тошнота, слабость, боли в мышцах, у некоторых отмечается заложенность носа, редко случаются поражения желудочно-кишечного тракта, боли в животе, рвота, понос. На самом деле понос и другие признаки желудочно-кишечного отравления у детей встречаются чаще, чем у взрослых. Поэтому надо обращать внимание на это. Итак, какими же симптомами проявляется коронавирусная инфекция у детей? Ну, во-первых, это признаки ОРЗ легкой формы. Второе – это пневмония. Пневмония – воспаление легких без дыхательной недостаточности. Третье – это пневмония с острой дыхательной недостаточностью. Как видите, я иду по нарастающим признакам. Дальше – так называемый дистресс-синдром, когда затрудненное дыхание, когда поражаются ткани бронхолегочной системы и сосуды бронхолегочной системы. Сепсис – дальше возникает, то есть поражение, инфекционное поражение крови, заражение крови и сепсептический шок, который практически всегда приводит к сожалению смерти. Ну, и различают, понятно, что легкое, средне-тяжелое и тяжелое течение коронавирусной инфекции, кроме всего прочего, выделяются бессимптомные формы, когда есть вирус, когда ребенок его носит и переносит в коронавирусную инфекцию, но нет симптомов. Такой ребенок может заражать других. Как это выявляется? Это выявляется при анализах, при тестах. Если у такого ребенка взять тест на коронавирус, то вирус будет в легкой форме. Ну, легкая форма, как я уже говорил, это невысокая температура, это слабость, это мышечные боли, это боль в горле, чихание и кашель. При осмотре никаких изменений, нарушений нет. И вот что характерно и отличает коронавирусную инфекцию, прежде всего, это отсутствие, скажем, явлений фаренгитных, то есть нет красноты в горле, нет поражения каких-то визуальных верхних дыхательных путей. Ну, и вот, соответственно, просто клинические проявления. При средне-тяжелой форме главным образом, основным симптомом является кашель, и при прослушивании легких у ребенка ощущаются и услышаны хрипы. Хрипы могут быть и сухие, и влажные, вот, но нет одышки, нет проявления дыхательной недостаточности. Это проявляется уже при тяжелых формах коронавирусной инфекции, которые могут сопровождаться явлениями нарушений желудочно-кишечного тракта, а именно поносом, рвотой, появляются признаки дыхательной недостаточности, одышка, синеют губы и носогубный треугольник, да, то есть вот эта вот часть становится синей при нагрузке, даже самая легкая сначала, потом и при покое, и при на рентгеновских снимках возникают признаки воспаления легких. Это ситуация, требующая острой госпитализации, потому что чаще всего у детей быстро прогрессирует заболевание и возникает очень тяжелая степень дыхательной недостаточности, и дети могут, к сожалению, закончатся плохо, либо с осложнениями, либо с печальным исходом. Понятно, что бессимптомная легкая форма можно лечить в домашних условиях, и как бы все было бы ничего, если бы не одна особенность у детей. Очень важно иметь в виду фон ребенка, то есть дети с сниженным иммунитетом, дети с какими-то побочными заболеваниями, то есть хроническими заболеваниями, инвалидность, скажем, ДЦП, какие-то пороки развития, какие-то другие заболевания, заболеваниями, допустим, нервной системой или заболеваниями внутренних органов, они даже при наличии легкой формы, они требуют госпитализации. Обязательно, потому что точно так же, как дети с ослабленным иммунитетом, с иммунодефицитом, они требуют немедленной госпитализации, потому что очень быстро нарастают симптомы. Сразу хочу сказать, что для беременных это важно, что доказательств возникновения коронавирусной инфекции у плода, то есть передача от больной беременной женщины к плоду и рождение ребенка уже с коронавирусной инфекцией, не выявлено. Таких случаев не было, поэтому об этом говорить достаточно сложно. Но, тем не менее, это надо иметь в виду, надо быть осторожным. И вот на эту тему нужно быть внимательным. И если беременная женщина заболевает коронавирусной инфекцией, она подлежит особому контролю, учету и наблюдению. Уже до конца, до родов, и новорожденный тоже должен быть обследован, ну, как говорится, на всякий случай, потому что все проявляется первый раз, и на сегодняшний день мы столкнулись с инфекцией, которая пока еще малоизучена. очень много разных мнений, очень много разговоров в разных странах по-разному, поэтому нужно, собственно говоря, относиться к этому индивидуально. В анализах, при диагностике, практически анализ крови не носит какого-то специфического характера, как и при любом ОРЗ, поэтому основной диагноз это диагноз, специальный тест на коронавирусную инфекцию. И о профилактике, самое главное, коронавирусной инфекции у детей мы поговорим после нашего перерыва во второй части. Субтитры создавал DimaTorzok